Ну, наверное, нам придется начать с вами с такого печального события. Сегодня на Украине, как вы знаете, погиб оператор Первого канала, 68-летний, достаточно известный человек, многие очень, кто работал в отрасли, достаточно хорошо его знали. Так что, наверное, мы выражаем соболезнования и сопереживаем этому всему. Алексей Александрович, а такой вот вопрос, как вы вообще в целом... А, вы знаете, я, тем не менее, задам вопрос, который задаю всем собеседникам здесь. Даже Анатолий Григорьевич Лусенко, я его задал, когда он здесь был. Вы общественное телевидение смотрите? Да. Ну и как вам? Лучше, чем предполагали его критики. Потому что, когда общественное телевидение возникало, количество прогнозов со стороны людей, никто из которых, правда, не собирался его делать, но были гораздо критиковать, оно зашкаливало на предмет того, что оно умрет, что оно будет безобразным, что это будет невозможно смотреть. Появился достаточно пристойный продукт за те деньги, за которые оно производится. По крайней мере, Анатолию Григорьевичу за него точно не стыдно. Да, Анатолий Григорьевич, он даже как бы выражал надежду на то, что из этого, может быть, что-нибудь станет со временем и получше, даже чем сейчас. Ну, это вопрос, как бы, отчасти и везения. Скажите, вот недавно было, вручали премию ТЭФИ, обновленную ТЭФИ. Каковы ваши впечатления? Самое главное впечатление, что ТЭФИ возродилась, потому что та ситуация, когда ведущие российские федеральные каналы не принимали в ней участие, была ненормальной. И я считаю, что для отрасли обязательно нужна премия отраслевая, которая, собственно говоря, как раз была бы общим знаменателем и показывала то, что происходит, и отмечала бы те достижения, которые есть. На мой взгляд, сегодня вопрос по федеральной ТЭФИ решен хорошо, можно соглашаться или не соглашаться с менеем академиков. Это всегда происходило, всегда вручение ТЭФИ вызывало споры. Ну, там какое-то же дикое количество выборщиков теперь. Да, но в любом случае премия есть, и самое главное, что все каналы ее признают. Мне кажется, что сегодня следующая задача – это реанимировать региональное ТЭФИ, потому что для регионов и для региональных компаний ТЭФИ нужна ничуть не меньше, если не больше, чем для федеральных. Потому что она как раз служила очень мощным стимулом для развития регионального телевидения и как раз показывала всем, что в регионах телевидение живо, в регионах телевидение развивается. И более того, у регионального телевидения многому есть чему поучиться. Понятно. Хорошо. Все-таки министерство – вещь такая серьезная. Есть связи, массовые коммуникации. Я знаю, что вы, так сказать, не про технологии в медийной жизни. Но, тем не менее, очень много вопросов все время возникает про почту. Вот. Почту, как она работает, как она не работает, что с ней будет в дальнейшем. Я слышал, я, краю муху, что новый закон должен быть про почту, будет принят или уже принят. Разрабатывает сейчас новый закон о почтовой связи. Что касается почты, то долгое время почта находилась в упадке, потому что ей реально никто не занимался. И при этом на почте было большое количество социальных обременений. Поэтому почта была в ситуации, когда это было не бизнес. И, с другой стороны, это и не была государственная структура. Потому что мы, например, знаем, что в Соединенных Штатах Америки ежегодные дотации почтовому ведомству составляют 10 миллиардов долларов США. Ни о чем подобном российская почта даже и близко мечтать не могла. Правда, с другой стороны, мы, конечно, знаем, что в Америке ежедневно газеты приходят в 8 часам утра, а даже раньше. Приходят. О чем многие наши подписчики тоже не могут и мечтать. Но решение было следующее. Начать с весьма понятных, ощутимых вещей. Привести почту в порядок. Понять, по каким принципам она может работать. Найти те точки, которые самые болезненные. И самое главное на почте, это была доставка посылок. Потому что мы прекрасно понимаем, что будущее почты лежит именно в сфере посылок и интернет-торговли. Уже сегодня доля частной корреспонденции, бумажных корреспонденций, которые отправляют почту, составляет порядка 5%. Все остальное это служебные корреспонденции, извещения. И понятно, что они все больше и больше будут переходить в электронную форму. Поэтому те попытки, которые в свое время делались несколько лет тому назад, когда почта заказывала рекламную кампанию «Напиши открытку бабушке» или «Напиши письмо другу». Понятно, они не смогли вернуть народ к написанию бумажных писем и бумажных открыток. Потому что, когда у вас есть смс и электронная почта, вы навряд ли будете сидеть и пытаться положить что-то на бумаге, закрепить в конверт и еще бегать искать почтовый ящик. Ну и потом ждать то количество времени, которое пойдет до доставки. Поэтому первое, что было сделано, это были расшиты пробки при доставке новогодних посылок. Под этот Новый год почта впервые обошлась без коллапса с посылками. Второе, были увеличены зарплаты почтовым служащим. Потому что до этого была ситуация, когда в мае месяце в целом ряде отделений почты народ поголовно писал заявление об увольнении. Уезжали на дачу и в конце сентября снова выходили на работу. А зарплата у них была такая, что за время отсутствия ни одного желающего заменить их не нашлось. Сейчас зарплата на почту поднята примерно на 25-30%. И следующее, за что взялись, это стали жестко отслеживать сроки отправки и доставки писем. В этой сфере тоже начались изменения к лучшему. По крайней мере, по Москве письма стали укладываться в норматив. А норматив это сколько? По Москве это три дня. Это, конечно, не германские сутки. Но три дня тоже. Да. С учетом того, что до этого были моменты, когда письма по Москве шли более двух недель. Причем даже видели такое письмо с конвертом. Письмо было отправлено из агентства по делам печати, которое находится на Страстном бульваре. В мэрию города Москвы. Которое находится, соответственно, примерно в шагах в 180-190. В зависимости от размера шага от Роспечати. Через две недели письмо дошло. Ну и хорошо, что дошло. Все-таки не потеряли. Я хочу напомнить, что это программа «Четвертый власть». В гостях у нас Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Нам можно присылать смс на номер 7903-797-6333 или звонить в студию по телефону 730-101. Ну что ж, с почтой жизнь, надо сказать, видимо, там налаживается. И скоро начнем с вами переписываться по почте. Блин, мне всегда очень нравилась пневмопочта. Мне кажется, это потрясающая вещь. Ну, трубу надо прокладывать. Да, вот проложить трубу и... И вот чтобы вот такая вот капсула, она летала. Все время в фильмах про будущее. Когда мы с вами были маленькие, вот эти вот вещи, они летали. Хотя в Москве есть несколько зданий, где такая пневмопочта была сделана в 20-30-е годы. И даже до сих пор работает. И даже были соединены несколько зданий между собой. А, кстати говоря, пневмопочта, я так понимаю, активно работала и на Манхэттене, и в Лондоне. И это вообще была такая, ну, тяжелая, конечно, вещь, но... Да, электронная проще. Электронная проще. Но возвращаясь к электронной почте, точнее, к средствам массовой информации, которые тоже относятся к вашему видению. Вот на вашем месте было достаточно много гостей из разных совершенно СМИ. И, в общем, вот я хотел бы задать такой вопрос. Очень распространенная такая теория, что жалобы, да, что вот СМИ не выживают, что их надо поддерживать. Мне всегда казалось это в какой-то мере странным. Потому что, все-таки, если СМИ настоящие хорошие, оно должно иметь аудиторию свою, саму. Вот. Другое дело, что, наверное, от министерства что-то зависит. Ну, прежде всего, зависят там, я не знаю, какие-то условия ограниченные. Но не более того. А как бы вы оценили состояние российского рынка меди? Очень много сейчас бьется разговоров о том, что он падает, там, с рекламой какие-то проблемы. Или их нет? С рекламой, на самом деле, проблемы. Мои поездки по регионам и проведенные там встречи показывают, что падение по рекламе составляет порядка 20-30% в зависимости от отдельных регионов. При этом причина этого падения рекламного рынка является, как и общая экономическая ситуация, потому что мы с вами прекрасно знаем, что для того, чтобы рос рекламный рынок, нужен, чтобы росла экономика. Но второй причиной является ряд принятых решений, которые, на наш взгляд, сильно пережали рекламный рынок. В частности, местные издатели очень много и сильно жалуются на запрет на рекламу медицинских услуг и медицинских товаров, запрет на рекламу лотерей. Достаточно двойственное отношение у меня, например, к запрету на рекламу алкоголя. Потому что были, конечно, в свое время заявления о том, что мы должны бороться за трезвый образ жизни, что многие люди умирают от некачественного алкоголя или спиваются. Но, честно говоря, я еще не видел ни одного человека, который бы умер от того, что злоупотребил тем алкоголем, который рекламируется на обложке модного журнала. Ну вот, не видел. От денатурата бывало, а вот от этого навряд ли. Поэтому сейчас что происходит? Сейчас происходит ужесточение бюджетной дисциплины. У нас не самые тучные бюджеты, как федеральные, так и региональные. И в этой ситуации финансирование средств массовой информации подвергается сокращению. Но наряду с этим сокращение происходит и на рекламном рынке. И поэтому в этой ситуации нам очень многие представители СМИ в регионах, и не только в регионах, говорят, что ситуация, когда одновременно не дают рыбу и отнимают удочку, или, по крайней мере, отпиливают значительный кусок от этой удочки, они для индустрии складываются негативно. И поэтому мы считаем, что здесь как раз задача министерства главная заключается не в том, чтобы дать денег, а в том, чтобы создать правила игры, когда СМИ могут быть более экономически самостоятельными, будут иметь возможность зарабатывать. В регионах еще сегодня обсуждается достаточно активный вопрос, как сократить затраты на средства массовой информации. Потому что если ты не можешь заработать, ты должен по дешке протягивать ножки. В этой ситуации в целом в ряде регионов создаются региональные холдинги, где объединяются и СМИ, в которых находятся видны субъекты федерации, и муниципальные средства массовой информации. Увлияется возможность варьировать бюджетом, перекидывать заработок из города на покрытие убытков деревни. Кроме этого, в целом в ряде регионов, меня очень радует этот подход у многих руководителей на местах, они начинают ставить задачу, чтобы те СМИ, которые являются губернаторскими или принадлежат мэрам или главам администрации, не жили на 80-90% за счет бюджета, чтобы как минимум половину своих средств они зарабатывали. Это позитивно. Знаете, меня действительно не смущает вот это удивительное стремление, особенно наших законодателей, все регулировать и заодно все запрещать. И, в частности, запрещать рекламу и так далее. Я, кстати говоря, нет же никаких доказательств того, что, условно говоря, если показывать по телевизору пиву, то его, так сказать, то все сопьются. Ничего подобного. Вообще нету никаких прямых доказательств прямого влияния СМИ. Они, наверное, влияют, но как? Это вопрос очень тонкий и достаточно сложный. Ну, а что можно сделать, да, вот с этим? Потому что, не знаю, как-то пролоббировать, там, я не знаю, там, убедить Думу, что надо все-таки отменить часть запретов на рекламу. Какой выход из этого? Мы считаем, что надо убеждать законодателя в том, что необходимо ослабить рекламу, ослабить запреты и ограничения на рекламу. Тем более, что у нас есть живые примеры. Например, в свое время законодатель принял решение о том, что нужно очень сильно ограничить рекламу в детских телевизионных передачах и в детских телевизионных фильмах. Что получили? Получили сокращение производства детских передач и детских фильмов. Сейчас, правда, в Думе уже больше года лежит разработанный законопроект, который хочет вернуть рекламу в нормальном объеме в детские передачи. Мы очень это поддерживаем. Мы считаем, что это будет правильно. Тем более, что сегодня стоит задача в том, чтобы увеличить количество детских передач и детских программ. А как вы думаете, какое влияние на рекламный рынок оказывает все-таки развитие интернета, скажем так, широко? Не перетекает ли туда реклама с традиционных медиа? Или такого явления не наблюдается? Не перетекает, потому что то, что мы наблюдаем по статистике в отношении рекламы, у нас не происходит уменьшения рекламы в традиционных медиа. Телевизор как свои 5 миллиардов долларов примерно в год зарабатывал на рекламе, так и зарабатывает. Другое дело, что очень быстро растет реклама в интернете. Вопрос, могла ли эта реклама перетечь в телевизор, честно говоря, не уверен, потому что физические объемы рекламы в телевизоре, они тоже достаточно ограничены. И считать, что еще дополнительно 1 миллиард. Хотя нет, 1 миллиард мог бы. Но там другая аудитория. Кроме того, когда мы говорим про рекламу в интернете или про притекание аудитории в интернет, почему приходит реклама в интернет? Реклама в интернет приходит, потому что перетекает аудитория. Считать, что аудитория перетекала в интернет и там нашла некий оригинальный продукт, которого нет на телевидении, это тоже неправильно. Потому что, когда молодые люди говорят нам с вами, я телевизор не смотрю, я все смотрю в интернете. А то, что он смотрит в интернете, оно там откуда взялось? Ну, понятно. Это контент, который произвели телеканалы. Нет. Стать на деньги от рекламы. Ну, между прочим, ну, это тоже очень интересный вопрос по поводу авторского права и всего. Вообще-то, я вот тут неоднократно выдвигал мысль, что, в общем-то, медиареволюция на мой взгляд закончилась. И традиционные СМИ сохранили свое преимущество и, как сказать, занимают верхние уровни в иерархии медиа. Но что-то, конечно же, происходит. Вот все равно происходит. А вот, скажите, вы как-то пытаетесь, я имею в виду, ну, министерство, так сказать, вы как замминистра, как-то пытаетесь, ну, что ли, понимать, анализировать, что происходит на рынке? Да, конечно. Потому что без этого было бы невозможно заниматься этим рынком. Я согласен с вами, что в отношении бумаги падение прекратилось, потому что те прогнозы, которые были залихватки в отношении того, что вот сейчас бумажный носитель умрет как для книг, так и для газет, для журналов, они абсолютно не оправдали себя. Ну, кстати, многие не верили изначально, что это произойдет. Более того, если мы говорим про книжный рынок, мы четко понимаем, куда будет двигаться бумага на книжном рынке. То есть то, что называется бульварное чтиво, оно вполне возможно и будет развиваться через электронные носители, когда люди будут скачивать, там на раз прочесть. А в бумаге точно остаются издания премиум-класса, подарочные издания, учебники, научная литература, альбомы, путеводители. И что очень серьезным драйвером может выступать бумажная книжная литература, это детская литература, детские книги. Потому что по психологии ребенка, маленькому ребенку, нельзя давать планшет. У него должны быть тактильные ощущения. Ну да, он должен руками листать. Листать, переворачивать. У него развиваются как раз пальцы от этого мышления правильное. То же самое касается и бумажных вариантов. В целом, в ряде стран мира прекратились падения тиражей бумажных газет. Часть бумажных журналов, которые уже пару лет тому назад собрались похоронить и даже прекратили выпуски на бумаге. Снова вернулись в бумагу. Здесь мы посмотрим на американский рынок. То же самое происходит здесь. Надо находить ниши и не считать или не просить что-то запретить или что-то отменить. В свое время мы же это проходили, когда появились видеомагнитофоны и видеокассеты. На тот момент начался отток зрителей из кинотеатров. Как на это ответила киноиндустрия? Киноиндустрия ответила на этом 3D и Dolby Surround. Плюс изменением самой поведенческой модели человека. Человек теперь приходит в кинотеатр не только посмотреть кино. Он приходит туда провести время. Он приходит туда с семьей или с девушкой, или с друзьями. Или с будущей семьей. Или с будущей семьей. И там весь комплекс. Там и времяпровождение, и поесть, и что-то купить, и посмотреть кино. Опять-таки в достаточно небольшом зале, в других удобных креслах, со спецэффектами. И это изменило модель. И люди вернулись в кинотеатры. То же самое с бумагой. Ну да. Человечество жадное. Ни один вид коммуникации не уйдет в сторону, никуда не пропадет. Хорошо. А скажите, очень много ведется сейчас разговоров о том, что времена сейчас такие достаточно сложные. Вокруг конфликты, скажем так. Вот с вашей точки зрения российские СМИ выполняют свою главную задачу. Вот они, как сказать, нормально, достоверно, широко, подробно информируют наших граждан о том, что происходит в мире и вокруг. То есть те же события на Украине. Много упреков к медиа. Я вот недавно был на какой-то большой конференции, где журналисты из разных стран упрекаривают у друга в предвзятости и так далее. А вот с вашей точки зрения, как вы бы оценили бы в целом, я не имею в виду какое-то отдельное издание, я имею в виду в целом, может ли российский гражданин получить более-менее достоверную, полную, разнообразную, достаточно раскрашенную картину происходящего? У меня в этом отношении однозначная точка зрения, что любой российский гражданин, кто хочет получить полное представление об окружающем его мире и о том, что происходит или в России, или за рубежом, эту возможность однозначно имеет. Просто нужно выбирать СМИ, нужно сопоставлять источники, нужно смотреть, что тебя больше интересует. Потому что у нас же нет универсального СМИ, который бы рассказывал все обо всем. Две книги таких нет? Более того, у нас есть хорошие СМИ, есть плохие СМИ, есть эффективные, есть неэффективные, есть профессиональные, есть непрофессиональные. Ну, так же, как и с людьми. Есть люди умные, есть дураки. И те другие работают в средствах массовой информации. Массово. И пропорция просто разнится от того, какая пропорция, в определенной степени зависит и успех средств массовой информации. В целом, если говорить про рынок СМИ, то я считаю, что рынок у нас перегрет. И наше общение с представителями индустрии показывают, что мы сходимся более-менее в той оценке, что количество средств массовой информации, которое сегодня есть на рынке, примерно вдвое больше, чем этот рынок в состоянии прокормить. А что с этим сделать можно? Вот, ну, не должен же кто-то там брать дубину и убивать для СМИ, которые лишние, да? Это должно происходить естественным путем. А оно происходит? Да. Потому что, я смотрю, очень многие цепляют с ними, так сказать, и хилое положение в том, и зарплата низкие. И все равно, вот, какая-то такая вот на рынке какая-то возня такая происходит. Ну, дело в том, что очень многие вещи на рынке решаются нерыночными способами, потому что есть, хотя меньше сейчас их стало, чем лет 15 тому назад, так называемые олигархические СМИ, причем очень часто это не делалось только для того, чтобы решить какую-то свой бизнес-задачу при помощи средств массовой информации. Целый ряд наших бизнесменов, они покупали газеты, журналы, иногда и небольшие телеканалы, для того, чтобы сделать приятной своей девушке, жене или просто знакомой. Есть СМИ, находящиеся на поддержке и на подпитке региональных властей. Мы посчитали примерно свыше 30 миллиардов рублей ежегодно тратиться региональными властями, причем по бюджетам проводимые, на поддержку своих региональных средств массовой информации. Очень большая цифра, между прочим. Ну, не такой же большой, это миллиард долларов, грубо говоря. Чуть-чуть меньше даже к тому же. Ну, она сопоставима с бюджетными сигнованиями на поддержку федеральных СМИ. Ну, тем не менее, поддерживать-то их надо, потому что, в общем... Смотря, опять-таки, что поддерживать? Когда на федеральном уровне происходит поддержка социальных проектов, таких как Канал Культура, таких как титры для слабослышащих людей, таких как детские передачи, таких как передачи, направленные на социализацию инваридов и социально незащищенных слоев населения, это надо. Вопрос у меня... Мы вот в первой плане программы разговаривали о разных аспектах, о почте, о чем-то еще, о государственной поддержке, вот, и... у меня вопрос такой был, скорее, экспертный к вам. Дело в том, что вообще считаю, что журналисты чрезвычайно активные люди, да, что их много, что они профсоюзно сплоченные, что они, так сказать, друга поддерживают, всегда теребенькают власть. А вот скажите, у вас журналистские союзы на вас нападают, у вас бывают конфликты с разными журналистскими организациями, или вы, в общем, как-то находите общий язык? У меня есть конфликт с организацией, которая считает себя журналисткой. Это Союз журналистов России имени Всеволода Богданова, потому что, в принципе, я считаю, что то, что они делают, не имеет ни малейшего отношения к медиаиндустрии, ну, такой союз сбитых летчиков, и любителей поуправлять остатками недвижимости, к чему, собственно говоря, сводится вся их деятельность. И есть достаточно хорошее отношение с профессиональными союзами, которые объединяют и руководители средств массовой информации, представители медиаиндустрии, с которыми мы находим общий язык, потому что мы говорим на одном языке, мы обсуждаем проблемы, мы говорим про медиабизнес, мы говорим про те задачи, которые стоят перед отраслью, а не занимаемся пустым сотрясанием воздуха, как это делает ряд товарищей, с которыми не вижу необходимости ни общаться, ни взаимодействовать. Понятно, ну что, достаточно откровенно. А скажите, вам много приходится ездить по регионам? Ну, раз в 10 дней, иногда чаще. Ну и вот ваше впечатление от динамики, что ли, мы вкратце затрагивали тему поддержки местных СМИ и так далее. Ну вот, недавно была конференция, на которой, по-моему, вы тоже были в Ростове-на-Дону по поводу радио. Да, был. Ну вот. И я там услышал информацию, которую, ну, я там не был, но информация оттуда пришла, что оказывается, только лишь то ли 6, то ли 7 процентов региональных радиостанций занимаются собственным программированием, что подавляющее большинство станций объединены в большие сети, а, собственно, региональных сегментов он очень слабо представлен. Вот в этом смысле, как вы считаете, что-то вот может быть сделано для даже не поддержки, а для создания таких самодостаточных региональных СМИ, в том числе радиостанций и так далее. Это вопрос бизнеса, прежде всего, потому что очень многие, кстати, это вообще уникальные ситуации, мы как раз обсуждали в Ростове-на-Дону, когда были на заседании Академии радио, что, с одной стороны, представители региональных СМИ очень любят говорить о необходимости развития региональных медиа, о том, что региональные медиа важны, необходимы, что это единственный источник информации, откуда люди на местах могут узнать о том, что происходит в регионе, что правда. Правда, затем они обосновывали то, что им, конечно, нужно давать денег, кому из местного бюджета, кому из федерального, но самое интересное заключается в том, что как только речь доходит до розыгрыша освобождающихся радиочастот, то те же самые представители местных медиа в основном подают туда заявки в сетевом партнерстве на музыкальные, специализированные федеральные радиостанции. А почему так происходит? Проще, дешевле, потому что если вы запускаете свою радиостанцию местную, которая производит местный контент, 24 часа в сутки нужно производить собственный контент. Ну да, это тяжело. Это геморройно, это тяжело, это затратно. То же самое у нас сейчас происходит с региональным телевидением, что очень многие региональные каналы, они живут в условиях сетевого партнерства, когда у них есть полтора часа в день собственных новостей, а все остальное это программа одного из известных федеральных каналов, того или другого. Другое дело, что и там, и там потихоньку наступают изменения, причем они объективно, не связаны с технологиями, потому что в условиях, когда та же самая музыка все больше и больше может распространяться через интернет, у вас уже нет необходимости находить свободную радиоволну. Вы можете сами себе сформировать музыкальную радиостанцию. Ну да, онлайновые станции же есть, действуют. Да, индивидуальную, домашнюю. И тогда получается, что единственное, что вы не сможете сделать, вы не сможете как раз обеспечить себе местными новостями, местным разговорным жанром и местной спецификой. И тут радиостанциям ничего другого не останется, как именно идти в эту нишу. То же самое с телевизионными каналами. По мере развития кабеля, спутниковых систем, цифрового телевидения, когда есть мультиплексы, большие федеральные каналы, они потеряли нужду в региональных партнерах. И региональным каналам придется заполнять освободившееся пространство по 20 часов, кому по 22 часа, кому по 18 часов. Но они должны будут производить собственный контент. Или искать его на рынке. А вот вам не кажется, что у нас ситуация с контентом в целом, не только в России, во всем мире, обстоит некоторым образом несправедливо? Ну, вот, недавно, помнится мне, родственник какого-то известного, давно уже умершего писателя, потребовали прекратить переиздавать его произведения без их согласия. Огромное количество ограничений на авторские права. Попробуй, причем, мне кажется, что часто эти авторские права защищают скорее права копирайтеров, нежели собственно производителей контента. Ну, вот я знаю, что многие музыканты, они, хоть и работают со студиями, они с охотой бы раздали контент. Может быть, проблема регионов, и не только регионов, в том, что слишком затруднен доступ к контенту, что авторское право надо, ну, как минимум, видоизменить современное? Честно говоря, я не вижу, что для телевидения большие проблемы заключаются в том, что кто-то не отдает какие-то права. Проблема заключается, на мой взгляд, в другом. Проблема заключается в том, что сценаристов нормальных мало, режиссеров немного, ну, и вообще людей, которые умеют профессионально производить что-либо своими руками, их число крайне ограничено. Если говорить про авторские права, то по умершим писателям здесь вообще проблем нет, потому что через 70 лет после смерти. 70 лет? Да. С другой стороны, могу сказать, что он в свое время аж работал в кинопродакшене, когда у нас возникла необходимость получить права на использование культового произведения «Щит и меч», наследники писателя уступили его отнюдь не за безумные деньги. Ну, я к чему и говорю, потому что, ну, например, лежит для многих региональных СМИ тот же доступ к огромным архивам, базам контента. Может быть, не то, что бы решило проблему, но помог бы им. Но они не имеют его. Имеют. Есть ли радиофонд, где не за дорого можно это все получить? Но все равно надо все покупать. Нет. А бесплатно хорошо не бывает? Понятно. То есть, вы, так сказать, сторонник жесткой рыночной ориентации. Да. Ну, понятно. Жаль, конечно, потому что... А так хотелось бы на халяву, да? Нет, дело не в этом. Вот меня что смущает? Мне кажется, что просто рыночная модель может быть иной. Я не то, чтобы за халяву, но... Вот смотрите, простая вещь. Вот если говорить о потребителе. Попробуйте, к примеру, купить доступ к контенту или как частный человек в интернете. Все-таки это основное. Водить карточку, еще чего-то. Сама система платежей в интернете все равно не очень удобная. Но не идеальная. Не идеальная. Так, наверное, все-таки надо тогда думать о том, как сделать систему платежей в интернете более удобной, а не том, чтобы получить что-то за просто так. Потом, слушайте, вот знаете, тоже очень неудобно идти под дождем в магазин за колбасой, выбирать эту колбасу, стоять в очереди в кассу, доставать ту же самую карточку, давать ее в руки левой кассирши из Узбекистана. Да. Ну, а можно по интернету заказать. Все привезут. Вы видели эту колбасу? Нет, я не видел. Вот. Но в конце концов можно сходить в магазин или доехать, во всяком случае. Ну, то есть, вы считаете, что вопрос доступа к контенту и авторских прав едва ли является существенным ограничителем развития? Я считаю, что существенным ограничителем является кадровый потенциал, умение самому делать интересные программы, причем делать интересные программы во всех смыслах. И с точки зрения планирования и создания сетки правильной, и с точки зрения производства собственного контента. Потому что все равно любое телевидение это прежде всего и свой собственный контент. Потому что кино вы можете посмотреть и на DVD. Понятно. Хорошо. А вот вы обмолвились, что прежде работали в киноиндустрии. Вы, в принципе, сказали, что кадров не хватает, сценаристов нет хороших. Но разрыв между большинством наших сериалов и современными сериалами, скажем, западными, невероятен. За редким исключением. В России есть хороший сериал, но не так много. А почему? Все дело в кадрах, в людях? Или надо денег больше? А у западников та же самая проблема. Там также нехватка кадров и тех же самых сценаристов. Потому что, если вы посмотрите на количество перепевов, когда использовали на уже старые сценарии в том же самом Голливуде, оно достаточно большое. Более того, то, что у нас... Вот мы любим говорить, ой, мы снимаем немного хороших сериалов, а масса... Там что? Слово пытаюсь подобрать, чтобы лицензию не отобрали. Ну, такое. Не очень хорошее. Некачественное. А вот за рубежом типа хорошее, качественное кино. Но вы поймите, что на одну игру престолов приходится ничуть не меньшее количество дерьма, чем на одну нашу ликвидацию. Ну, ликвидация хорошая сериала. Ну, честно говоря, мне кажется, все-таки пропорция чуть иная, но... Поверьте, нет, и вы это знаете. Они же очень много производят. Много-много-много-много производят много, но много и хороших. Да, и это мы еще считаем американское кино, которое на самом деле более продвинуто. Возьмите этот уже Германию или европейское кино. Ну, да. Там, в принципе, это все отдыхает. Ну, там, да, там победнее. Да, и дальше опять-таки смотрим. Мы производим по 250, в лучшем случае, 300 тысяч долларов за серию. А американцы делают то, что... Три миллиона. Ну, от полутора до трех. Так что, я думаю, что за наши деньги мы делаем, за те деньги, что мы производим, мы делаем вполне себе конкурентоспособный и качественный продукт. Уже не говоря о том, что зритель-то его не обманешь, зритель однозначно и голосуют за российский сериал. Ну, зритель, да. А какой вот по-вашему... Вот, знаете, мы сейчас... Скоро будет перерыв небольшой перед заключительной частью нашей программы. Но вот не так давно я прочитал статью о том, что роль СМИ, особенно телевидения, она не может заключаться только лишь в том, чтобы быть удовлетворяющим потворствовать вкусом массы. Надо воспитывать людей, что надо предложить другой продукт другого качества. Как вы считаете, это реалистический подход к делу? Действительно ли СМИ должны в какой-то мере воспитывать аудиторию? Или все-таки это не их задача? СМИ должны... Это рыночная история, они должны зарабатывать деньги, развлекать людей. Я считаю, что в массе своей СМИ это прежде всего рыночная история, потому что если у вас нет рыночной истории, у вас нет ничего другого. Если вас не смотрят, если вы не востребованы на рынке, то вы ничего воспитать уже не сможете. Просто в силу того, что вас не читают и не смотрят. У СМИ есть определенная социальная составляющая, мы про нее говорили, это детские передачи, это инвалиды, это социальные задачи, просветительские, хотя очень часто то же самое просвещение, оно хорошо связано с рейтингом, потому что, опять-таки, нет рейтинга, нет у зрителя. И в этом отношении я бы в принципе исходил бы из того, что вот объявить СМИ некую сверхзадачу и нам все равно хочет эту сверхзадачу зритель или потребитель или не хочет, это бессмысленно. Ну, тут, кстати говоря, в перерыве обсуждали так, сказать, между собой, что изменилось. Кстати говоря, вот с вашей точки зрения, современное российское телевидение и радио, ну, прежде всего, телевидение и радио, лучше советских? Лучше. Я вообще считаю, что современное российское телевидение, оно из лучших в мире, потому что, я это всегда говорю, у нас следующая ситуация, у нас бесплатные эфирные каналы соревнуются и конкурируют с американскими платными кабельными каналами. потому что у нас зритель сравнивает Первый канал, Россию, НТВ, РЕН и другие с HBO, со Стар и со всем тем за пользование, чем потребитель в других странах платит деньги. А у нас он существует в бесплатном эфире. Да, это так. Ну, я, кстати говоря, с вами абсолютно согласен. Я все-таки имел некоторую возможность сравнить разные телевидения и радио. Могу сказать, российские СМИ, мне кажется, в целом неплохи. Российские СМИ одни из самых качественных. Между прочим, российские СМИ одни из самых свободных. Сравнивая с другими, это можно достаточно четко сказать, особенно те, кто имел также опыт работы на зарубежных средствах массовой информации. И они самые интересные, потому что европейское телевидение просто смотреть невозможно. Европейское телевидение, как правило, хилое. Но хорошее информационное телевидение делают, пожалуй, англосаксы. Ну, они вот на этом, как-то у них это получается всегда традиционно. Вот. Ну, и в какой-то степени, в какой-то степени немцы, наверное, стараются. Но остальные, нет, вот они все. Ну, я не хочу никого обижать, но можно взять, сравнить, скажем, каналы французские, например, с нашими, особенно информационные. Ну, рядом, так сказать. Да и немецкие тоже рядом не лежали. Да, тоже, в общем, в общем, верно. Так что у нас все хорошо. А что, ну, будет еще лучше же, наверняка. Ну, жизнь движется вперед. Вперед, точно, совершенно. Последние несколько тысяч лет так происходило. Можно сделать, тенденции, однако. А вдруг это великая иллюзия, никакого прогресса на самом деле нет. Нам, и вообще он вреден. Может быть, нам пора назад, в прошлое. Андрей Юрьевич, все-таки отсутствие стабильного и долгого лета, оно наказывает на вас депрессивнейшее воздействие. Ну, ну, потому что посмотришь на это лето вокруг, я во всяком случае в Москве, и все-таки кажется, что могло быть чуть-чуть лучше, потеплее. И будет. Будет? Поверьте, будет. Я твердо совершенно знаю, что скоро, скоро это, а день уже стал убавляться. День убавляется, а тепло будет прибавляться. Понятно. Особенно оно прибавится сильно где-нибудь в ноябре. Вот будет тепло. Это вы слишком далеко загадываете. Хорошо. Вот. Не будем загадывать слишком далеко. И на этой жизнеутверждающей ноте, о том, что лето будет, погода будет, во всяком случае, Алексей Константинович Волин, гость нашей программы, заместитель министра связи и массовой коммуникации Российской Федерации, твердо пообещал, что все будет хорошо, погода будет улучшаться. И за климат в этой стране тоже отвечаю я теперь, да? Да, да, за все. Так что спасибо всем большое. Вот это была программа Четвертая власть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!